Как Кадырова мы никогда не найдем, он навел порядок, ты написал. Из твоего вопроса следует, что ты понятия не имеешь, что такое порядок. Порядок это когда есть закон и он соблюдается, вот это порядок. А когда есть закон и Кадырову на него наплевать, он может вопреки этому закону издать какие-то свои приказы и действует только его слово. Это не порядок. То, что Чечня не сможет выживать самостоятельно. Ну да, мы все могут, Грузия может, Азербайджан, другие, могут все, а мы не сможем. Что мы будем делать без России? Умрем. Как говорил Джохар Хамчтуурдух, мушмулу будем есть. Но сто процентов могу сказать одно, что большинство из того, что о нем рассказывают, это все сказки. Стоит муфтий республики, Кадыровский муфтий. Кунту Хаджи говорит, он и сегодня жив, и он там перемещается из Африки в Китай и там, значит, призывает людей к исламу. Говорит муфтий о человеке, который жил там два столетия назад. И в итоге у нас молодежь мечтает стать чемпионами ММА, достичь там высот каких-то, как Хабиб Нурмагомедов. Но Хабибами Нурмагомедовыми в этой теме становятся единицы. Основная часть молодежи в итоге, в лучшем случае, они станут тренерами. Вот и все. Саламу алейкум, Тумсо. Ты можешь однозначно ответить, что думаешь о ваххабизме? Саламу алейкум, Тумсо. Читаешь ли ты Рамзанку Кадырова манафиком? Конечно, он является лицемером. Без сомнений. И он является лицемером, и все это его окружение, все они лицемеры. Безусловно. Вот эти вот все муфтийатовские деятели, шахидов, адам, хитанаев, они все являются лицемерами. Люди, которые знают, но лгут. Правду, истину они знают, но они все равно лгут. Ради комфорта. Это вот такие комформисты. Ради вот этого места, там, этой кадыровской иерархии. Они врут. Обо всем врут. О религии, о политике, о добре и зле. Обо всем. Нет идеальных людей, но такого, как Кадырова, вы и не найдете. Порядок навел в Чечне. Всем бедным помог. Дома раздает. Так что, как-никак, он самый лучший, как и Саакашвили для Грузии. Но не Путин своим помог. Как Кадырова мы никогда не найдем. Он навел порядок, ты написал. Что такое в твоем понимании порядок? Из твоего вопроса следует, что ты понятия не имеешь, что такое порядок. Порядок – это когда есть закон, и он соблюдается. Вот это порядок. А когда есть закон, и Кадырову на него наплевать, он может вопреки этому закону издать какие-то свои приказы, и действует только его слово. Это не порядок. Это отсутствие порядка. Это беспредел. Когда Кадыров просыпается утром с плохим настроением, то у нас одни приказы. Когда он с хорошим настроением, то другие приказы. Это не порядок. Это как раз-таки отсутствие порядка. Это противоположность этому. Поэтому порядка он не навел. Всем бедным помог – это опять ложное заявление. Если он всем бедным помог, то почему у нас вся республика бежит оттуда, если он такой хороший и помогает бедным? Почему? Откуда вот эти вот… Почему его представитель в Европе говорит, что здесь большинство экономических беженцев? Откуда эти экономические беженцы тогда, если он всем бедным помогает? Как это происходит? Кадыров сам опривергает твои заявления. Тумсо, привет! Почему не снимешь видео про самую лизаблюдскую, омерзительную крысу Весмурадова? Ведь это самый отвратительный наглый халуи в команде Кадырова. Я просто не знаю, какие слова можно подобрать под это наглое животное. Как ты его любишь. Если будет такая необходимость, и про него тоже снимем. Как думаешь, как будет умирать Рамзан Кадырова, алейкум ассалам? Я не знаю, у меня нет этих знаний, как он будет умирать. Тумсо, в своих интервью ты говорил о Чечне и России, как о двух отдельных субъектах, когда речь шла о войне чеченской. Почему? Зачем дистанцируешь себя от России? Потому что это разные два субъекта совершенно. Это разные два государства. Потому что я никогда себя не отождествлял с Россией. И все правильно, ты как раз совершенно верно это понял. Мы чеченцы 400 лет уже боремся за то, чтобы не быть частью России. Чтобы не являться с ней одним субъектом. Уже 400 лет. И 400 лет Россия хочет, чтобы мы были с ней одним субъектом. Понятно. Тумсо, а скажи мне, россиянину, много таких, как ты, кто не хочет отождествляться с Россией. И почему? Просто мне не нужны граждане, которые не помогут мне, как своему соплеменнику. Я россиянин. Тебе помогут в Чечне, пусть не как соплеменнику, тебе помогут как гостю. Не сомневайся в этом тебе. Если ты окажешься в беде, и ты не придешь к нам как завоеватель, как враг, то тебе помогут. Тебе для этого не нужно быть нашим соотечественником. Это правило, обязанность мусульманина помогать нуждающимся людям. А что касается, много ли таких, как я, задумайся. Если 400 лет уже мой народ борется с тем, чтобы не быть частью твоего государства, то как ты думаешь, много ли таких, как я? Как ты думаешь, много ли таких, как я, если с 94 по 96 год во время этой войны, эта война закончилась тем, что в 96 году вся твоя, ваша могущественная армия российская вынуждена была, будучи униженной, уйти с территории нашего государства. Как ты думаешь, смогли бы, смогло бы, малочисленное, ну, если бы нас было бы мало, смогли бы мы прийти к такому результату? Как ты думаешь, пролитые реки крови моего народа не свидетельствуют о том, что нас очень много? Не является ли это лучшим доказательством того, что мы не хотим быть частью твоего государства, вашего государства? Не хотим мы быть россиянами. Тут никакая социология не нужна, в ЦИОМ не должен тут проводить опросы, звоня по телефону чеченцам. Достаточно просто проанализировать исторические события. Без России вас бы уже персы 400 лет грабили, а грузин стерли бы в мусор, значит мы бы с персами как-то боролись бы, какая нам разница, что нас россияне грабят 400 лет, что нас персы грабили бы, значит с персами бы как-нибудь разобрались. Уж точно не вас это должно волновать, кто нас там будет грабить. Это уже наши проблемы. Тумсо, держись, не разделяю многое из твоих взглядов, но ты достойный человек. Замечал, что многие ватники считают тебя экстремистом, но мы знаем, что это неправда. Удачи тебе. Ну, меня можно кем угодно считать. Вон, российские правоохранительные органы меня вообще считают трактористом. Но я, конечно, таковым не являюсь, тем более не являюсь экстремистом. С точки зрения российского империалиста, я, наверное, сепаратист в его понимании. Но хотя и сепаратистами я, конечно, себя тоже не считаю. Горько слышать твои слова о России. Россияне проливали кровь за твой народ, великой отечественной. Строим тебе дороги школы, живем как единое целое, как одна Россия, а ты такие вещи говоришь про РФ. Россияне проливали кровь за мой народ, великой отечественной. Ты это сейчас серьезно? За мой народ россияне никогда не проливали кровь. Никогда. Россияне, российская власть, российское государство всегда проливало кровь моего народа. Но никогда не проливало ничью кровь за мой народ. Российское государство геноцидило мой народ. Российское советское государство в 44-м году выслало весь мой народ. Российское государство с интервалом в каждые 50 лет уничтожает мой народ от 30 до 50, а где-то и до 70% всего моего народа. Каждые 50 лет так поступает Россия. Российское государство. Я сейчас не говорю о простых людях. Имейте ввиду, мы говорим сейчас о государстве. Поэтому за меня нет. Когда в Великой Отечественной войне проливали кровь, это наоборот часть моего народа, глупые из моего народа или люди, которые были вынуждены, они проливали свою кровь за это государство преступное. Наоборот, в этой самой войне. Те, которые либо по своей глупости, либо по принуждению или случайности оказались на фронте. Наоборот, понимаешь, проливали кровь. Те, у которых хватило мозгов, они, конечно, не были там. Государство, то государство, гражданином которого ты являешься, оно на протяжении последних четырех веков, оно колонизирует мое государство, мой народ. После твоих слов о России буду надеяться, что тебя не депортируют в Россию. Я россиянин, и нам таких не нужно здесь. Иди в Европе, пожалуй, если там тебе и место. Ты не поверишь, но и мне тоже не нужно. Ни в Россию, ни Россия мне не нужна. Поэтому сам тоже не хочу туда быть депортированным. Но тебе я скажу, что если ты не хочешь, чтобы такие, как я, люди были частью твоего государства, то тебе нужно как-то изменить политику своего государства. Сделать так, чтобы твое государство отказалось от этой своей экспансии кавказской, оставило нас в покое. И мы будем с тобой просто добрыми соседями, если будет на то воле Всевышнего. Будем ездить друг к другу в гости, будешь приезжать к нам как турист. Мы будем показывать тебе горы, казино Ам. Мы будем приезжать к тебе, будешь показывать нам Кремль. Будем нормально дружить. Потому что сейчас людям есть что терять. Работа, недвижимость, деньги. Это не 90-е годы, когда ничего не было. Чечня не сможет самостоятельно выживать. Если станет независимым, когда-нибудь чеченские купюры с твоим портретом наряду с Джохаром и Асланом Арцуевым должны быть. Они должны быть ни с моим, ни с Джохаром, ни с какими портретами у нас никаких купюр быть не должно. Мы должны быть как раз таки далеки от того, чтобы какие-то портреты у нас. Нам достаточно сегодня тех портретов, которыми переполнена наша республика. Мы должны сделать все возможное, чтобы никогда больше у нас не было никаких портретов. Ничьих. Нигде. Это обязательное условие. Где-то в законе это должно быть прописано. Что ни в коем случае никаких портретов. Ничьих. Нам нужно будет этого добиваться. А то, что Чечня не сможет выживать самостоятельно. Ну да, мы все могут. Грузия может. Азербайджан, другие. Могут все. А мы не сможем. Что мы будем делать без России? Умрем. Как говорил Джохар Хамчту Урдух. Мушмулу будем есть. Савар изам. Салам алейкум тумсо. Ты можешь однозначно ответить, что думаешь о ваххабизме? Ваалейкум асалам. Как я могу ответить однозначно на этот вопрос, если никто не может однозначно охарактеризовать, что такое ваххабизм? Как я могу об этом явлении что-то думать, если я не знаю, что это? И никто этого не знает? Я не могу на этот вопрос ответить. Асалам алейкум, брат. Что ты думаешь о китайцах в Чечне и о том, что руководство монополизирует все отрасли, в том числе и сельское хозяйство, животноводство, контролирует рынки, заправки? Да все, черт побери. Чем заняться необразованной послевоенной молодежи? Ваалейкум ассалам. От ничего и не остается, эта молодежь должна либо работать на стройках, либо работать в кадыровских структурах, либо уезжать оттуда в Европу в поисках лучшей жизни. А потом кадыровский представитель в Европе еще назовет их экономическими беженцами. Для этого все и делается. У нас делается все целенаправленно для того, чтобы эту молодежь ее уничтожать, чтобы у нее не было будущего. В вопросах религиозного образования ей не дают нормальные альтернативы. Либо муфтиатовские сказки им рассказывают, которым возникает отвращение. И альтернативу этому им дают радикализм, на который они должны подсесть, уехать куда-нибудь и погубить свои жизни. Ну или будучи на территории республики, пойти на какой-то необдуманный шаг, напасть на кого-то и тоже быть уничтоженным. Раз, это один вариант. Второй вариант, это со стороны трудоустройства, образования и так далее, задавить их как только возможно, чтобы не было возможности получать нормальное образование в виде этого и возможности. В Чечне нет. Мы ведь все понимаем, что в Чечне есть какие-то одаренные ребята, вундеркинды, которым и университет не нужен. Они и так просто будут читать книжки и они будут образованными. Вот таких людей они показывают, дают им там красные дипломы и они выступают этой афишей того, что у нас якобы, ну вот смотрите, есть студенты. А 97, наверное, процентов всех студентов, они вынуждены либо там платить за то, чтобы закрывать эти сессии. Да и плюс к тому, сама учебная программа в наших вузах, она никакая. Ведь мы все учились в этих вузах, мы же знаем, чему там учат, что там преподают. Затем, когда ты заканчиваешь этот вуз, ты не можешь нигде у нас трудоустроиться для того, чтобы устроиться где-то на нормальную работу, тебе нужны там какие-то связи. Ну и либо ты должен быть действительно интересен, ты должен быть хорошим специалистом, но их-то у нас в меньшинстве. Основная часть людей, они не выпускаются из университетов или институтов, будучи уже специалистами. Им наоборот нужно прийти на работу и практика сделает из них специалистов. И таких людей у нас нет каких-то там объявлений, вакансий, куда их возьмут. Они идут на стройки, либо они идут в кадыровские структуры, либо, кстати, кадыровские структуры тоже надо заплатить деньги, чтобы пойти. Либо они вынуждены бежать из Чеченской республики в Европу. Салам алейкум. Молодежь не желает учиться, это у нас не в приоритете, не модно. Все чего-то ждут. Если человек не любит учиться хотя бы к ремеслу, должен себя обучить и этого не хочет. До того, как устроятся органы, ругают власть, по власти хвалят, как от матрося опять ругают, так и живет молодежь. То, что у нас учеба не в приоритете, и что это не модно, в этом ведь тоже виновата власть. Потому как у нас сегодня популяризируются бои ММА. У нас вот как бы идет уклон на спорт, хотя на самом деле это и не спорт никакой, это чисто шоу. И в итоге у нас молодежь мечтает стать чемпионами ММА, достичь там высот каких-то, как Хабиб Нурмагомедов. Но Хабибами Нурмагомедовыми в этой теме становятся единицы. Основная часть молодежи в итоге в лучшем случае они станут тренерами. Вот и все. Это все, на что они могут рассчитывать. И это специально насаждается властью, специально поощряются вот эти спортсмены, какие-то их выигрыши, автомобили, на всякие билборды помещают их в фотографии. То есть это популяризируется целенаправленно, делается так, чтобы это было модно. Модно где-то ходить в какой-то бойцовский клуб, тренироваться. Модно выступать на этих соревнованиях. И за счет этого они делают свою агитацию. Это взаимовыгодные такие отношения. Эти власть насаждает ММА, делает его популярным. А потом эти спортсмены ММА прославляют эту власть. И вот идет такой процесс. А те наши ребята, которые могли бы... Ну, являются умными, выдающимися, талантливыми ребятами. Которые могли бы и выигрывают какие-то там конкурсы, соревнования интеллектуальные. Это никто не поощряет, об этом никто не говорит. Поэтому это не становится модным. И в итоге этот парень или девушка, которая умная, одаренная чем-то, она приходит, она или он, они приходят к тому, что им нужно уезжать, чтобы реализовать себя где-то в другом месте. И вот так мы теряем мозги, но получаем мышцы. Но мышцы, они не дают вот этот скачок в промышленности, в производстве, в высоких технологиях. Мышцы этого не дают. Мышцы в лучшем случае делают... Один или полпроцента из вас делают чемпионами. Остальные становятся в лучшем случае тренерами. А это тоже небольшая часть. А другие в итоге никак себя не реализуют. Молодежь не стремится к учебе, потому что видит, что у власти одни неучи. Нет среди них ни одного образованного человека. И, конечно же, им такие не нужны. Поэтому все стремятся пробиться наверх через спорт или посредством лизинга. Алейкум ассалам. Да, это тоже, кстати, один из элементов насаждения вот этих вот спортивных достижений. Но при этом не популяризация знаний. Это то, что во главе сидят абсолютно тупые люди. Чем ты тупее, тем выше ты поднимаешься. И студент средний какой-то или подросток, он видит это. Он видит, что абсолютно не образованные люди, которые без вот этой вертикали власти, наверное, в лучшем случае были бы пастухами где-нибудь, в кошарах. Эти люди становятся там руководителями, министрами, генеральными директорами, начальниками. И они думают, зачем тогда мне это нужно? Для чего мне эта учеба, если я не могу себя реализовать? Образованные чеченцы не нужны России, потому чеченская ментальность плюс образование взрывоопасная смесь для целостности России. Это сильно увеличит сепаратистские настроения. Поэтому учебы в университетах Чечни при Караа и России никогда не будет. Там будет только базар. Чеченцы только нужны, как торпеды. Ну ты согласен, что в Авлия, Кунта, Хаджи и Баммат, Гирей, Хаджи, Авда и другие было благо Всевышнего, и они помогли религии и ислам закрепиться на Кавказе. Да, в любом случае, береги себя, брат. Нет, я понятия не имею, кто вообще были эти люди. Я не могу оценить эти исторические личности, потому что о них нет никаких исторических сведений. Есть только вот эти вот пересказы, какие-то разговоры, и поэтому я предпочитаю в такие вещи не верить. Кунта, Хаджи, безусловно, это, наверное, единственный человек из тех, кого ты назвал, который в той же книге, например, Вачагаева, он упоминается. То есть мы знаем, что, безусловно, человек был. Но какова его роль в истории, тем более в истории ислама на нашей земле, этого я не знаю. Но сто процентов могу сказать одно, что большинство из того, что о нем рассказывают, это все сказки. И эти сказки, к сожалению, сегодня рассказывают представители кадыровского муфтията. Стоит муфтий республики, кадыровский муфтий, и говорит, Кунта, Хаджи говорит, он и сегодня жив, и он там перемещается из Африки в Китай, и там, значит, призывает людей к исламу. Говорит муфтий о человеке, который жил там два столетия назад. Который, ну, не живут столько люди. И в эти сказки у нас люди, разумеется, не верят. У нас все-таки уровень образованности людей, он очень сильно возрос по сравнению с серединой 20 века, и тем более периода до этого. Человек сегодня имеет доступ к элементарным знаниям, есть доступ к интернету, он может получить, посмотреть. Любой хадис может взять и проверить его достоверность, прям не вставая своего места в интернете. И, конечно, этот человек отказывается верить в такие сказки. Это ты зря. Почему Кунта, Хаджи распространял, ты уверен, что он рассказывал сказки? Да, я согласен, что многие привлечу. Я не сказал, что он рассказывал сказки. Я говорю, что сейчас про него рассказывают сказки. Сейчас Кадыровский муфтий рассказывает сказки, я говорю. А про него я не знаю, я не знаю, что он рассказывал, никак не могу это оценить. Но в большинство того, что сегодня о нем говорят, я в это не верю. Я не могу оценить достоверность этого всего, никак. Субтитры создавал DimaTorzok